Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел расширенное заседание регионального правительства, в ходе которого были подведены промежуточные итоги реализации комплекса мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Мы видим сейчас стабилизацию ситуации, она уже идет вторую неделю. Вместе с тем каждый день мы выявляем 700-800 случаев новых заболеваний. Это при том, что за прошлую неделю мы заметно увеличили почти на 20% объем тестирования. Здесь особенный акцент на различные дома престарелых, клиники социального обслуживания, пансионаты. Главы, обратите внимание на то, чтобы там было комплексное полное тестирование. Соответствующее распоряжение я и Габдар Ахманову, Ильдару Лулучу, и Стригункову, и Светлана Анатольевну дал. Кроме этого, речь шла о дальнейшем снятии введенных ранее ограничений. За прошлую неделю в Московской области впервые количество человек, выписанных из медучреждений, превысило количество госпитализированных. Губернатор отметил, что перепрофилированные под работу с ковид-медучреждения будут постепенно возвращаться к прежнему режиму. Поликлиники, узкие специалисты, стоматологи, стационары, которые ждут пациентов на плановые операции по самым различным заболеваниям, должны быть тщательно подготовлены без каких-либо нарушений. В частности, с 8 июня 10 стационаров мы возвращаем в плановый режим работы. Среди них и Центральный институт Манеки. Обратное перепрофилирование инфекционных стационаров пройдет в три этапа. В результате в Московской области предполагается оставить более 20 отделений общей мощностью почти 4000 коек для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Среди наиболее важных тем совещаний – общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Нашим жителям должно быть удобно, просто, понятно, куда прийти, как проголосовать в максимально комфортном режиме. Именно для этого сроки голосования раздвинуты. И, вы знаете, голосование будет проходить в течение нескольких дней. Также губернатор подчеркнул важность обеспечения мер безопасности с учетом требований по снижению риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на всех избирательных участках Московской области.